Сергей Журнов, специалист по международным отношениям и спецслужбам, экс-сотрудник внешней разведки КГБ, Сергей Олегович, я рад вас приветствовать. Привет, Василий, привет всем нашим зрителям. Традиционно на початку я хочу подякувать и Силам обороны Украины, за то, что у меня есть, находясь в Киеве, еможливей записывать это интервью. В комментариях зрителей я прошу писать, где вы нас смотрите, постоянно вы там находитесь или временно, и не забудьте нажать кнопку «Лайк», кнопку «Нравится», чтобы Ютуб рекомендовал к просмотру другим пользователям тоже. И, конечно же, пожалуйста, подпишитесь на Ютуб-канал Сергея Журнова. Сделайте это или прямо сейчас, или по окончанию нашего интервью. Сергей Олегович, бойска Российской Федерации нанесли третий день подряд массированный комбинированный удар по городам Украины с использованием крылатых ракет и дронов «Камикадзе». Взрывы звучали этой ночью в Одессе, Николаеве, в Сумах. В результате атаки есть разрушения, убитые, раненые. На ваш взгляд, почему именно юг Украины-Одесса третий день подряд под ракетными обстрелами? Ну, тут объяснение, в общем, довольно простое и прозрачное. Есть два объяснения. Первое – это зерновая сделка. И поэтому, кстати, долбят по портам Николаевы, по портам Одессы. В том числе, кстати, по зерновым. То есть нам рассказано, что зерновые терминалы разрушены. Украина, кстати, подчеркнула, что то зерно, которое сгорело, предназначалось для отправки в Китай. По этому поводу к большому другу Путина. Это маленькая деталь, но она значима. Потому что мы, кстати, узнали в последние дни раскладку цифр по поставкам зерна. Мы узнали, что 25% – четверть всего зерна, которое экспортировалось из Украины – шло в Китай. И 10% или 12% – в Турцию. Вот по этому поводу, когда Россия наносит удары, она наносит удары по своим друзьям Турции и Китая. А вторая причина – это, конечно, Крымский мост. Это ответка за Крымский мост. Ее следовало ожидать. Точно так же было в октябре. Хотя интенсивность все-таки при всем ужасе того, что происходит, интенсивность в 4 раза меньше, в 5 раз меньше, чем это было, когда это происходило в октябре, начиная с 10 октября. Это говорит о том, что у России все-таки большой голод на боеприпасы. Вот проблема с последними обстрелами в том, что только около половины того, что прилетало, сбивается. Особенно за последние две ночи. И это… Вот первая ночь там была немножко лучше результат, потому что разные типы ракет. Вот сегодня ночью были «Ониксы», которые не сбиты вообще. Сегодня были Х-22 из бассейна «Черного моря», которые не сбиты вообще. Вот были дроны, которые сбиты наполовину. И, в общем, конечно, это говорит о том… Кстати, сразу офис президента Украины отреагировал в отношении западных партнеров, и он сказал, что нам нужна ПВО. Нам нужна ПВО. Об этом говорится уже давно, много месяцев. О том, что небо над Украиной западные партнеры могли бы закрыть давным-давно. Это проблема гибели мирных жителей. То есть, с одной стороны, ну, как бы проблема имеет две стороны, опять же. Когда путинская сторона бьет по мирным кварталам это военное преступление, и за это она когда-нибудь ответит. Но то, что западная сторона не дает достаточно ПВО для того, чтобы защитить, прежде всего, мирное население, это порождает много вопросов. По этапам я задам еще несколько дополнительных вглубь. По Китаю. О том, чтобы зерно предназначалось Китаю, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, что уничтожено 60 тысяч тонн агропродукции, которая должна была быть отправлена в Китай. Будет ли реакция СИИ? Увы, я не думаю, что будет какая-то жесткая реакция, потому что Путин имеет возможность компенсировать это. Потому что Украина является большим экспортером, продюсером зерна, зерновых, а также всяких дериваций от этого. Но Россия является в четыре раза большим экспортером той же самой продукции. И поэтому Путин скажет, ну вот извините, мы, так сказать, китайские друзья, Си Цзиньпень, извините, что мы случайно, не зная, что это предназначается вам, вы думали, что это предназначается в Африку голодающим, а узнали, что это, оказывается, предназначается нашим большим друзьям в Китае. Поэтому мы вам компенсируем это даже двукратно, отдадим двукратный объем того же самого зерна через Дальний Восток, через какие-то другие порты. Так что в этом смысле я думаю, что, к сожалению, у России в этом направлении есть чем компенсировать, потому что если Украина экспортирует обычно миллионов 20 тонн зерна, то Россия имеет потенциал экспортировать 60-80 миллионов. В этом смысле, конечно, им есть чем компенсировать, увы. Про ПВО. Мы знаем, что системы Патриот и другие системы ПВО есть на вооружении, например, той же Европы, Западной Европы, у которой сейчас нет активных боевых действий, нет сумасшедшего соседа под боком, который каждую ночь десятками ракет обстреливает мирно и спящие города. Почему страны дружеские нам, Европы, той же Испании и другие, не передадут нам во временное пользование? Сейчас на год-два мы вернем те же Патриот или другие системы ПВО, но сейчас тушить пожар нужно нам, закрывать небо нужно над Украиной. Зачем те же Патриоты сейчас в странах Западной Европы? Ну, вот, это сложный вопрос. Это сложный вопрос, потому что я, допустим, вот на своих французских каналах телевизионных, я французам говорю, вы можете отдать все, например, всю дальнобойную артиллерию Украине, абсолютно всю. Взять просто все цезарей, которые у вас есть, вы отдали там порядка 24 цезарей, у вас еще осталось 60, вот отдайте их сразу все Украине, потому что они вам не нужны, потому что Цезарь, дальнобойная артиллерия, которая бьет там километров на 80, с отдельными боеприпасами она может бить даже дальше, но она используется против наземного противника, который атакует вашу страну. Кто собирается из Испании, Италии, Швейцарии, Бельгии, Германии, Лихтенштейна, кто собирается, Люксембурга, кто собирается вас атаковать в ближайшее время? Совершенно понятно, что никто. Это риторический вопрос, иронический, саркастический вопрос. Вот здесь вопросов никаких нету, и то, и даже это они не хотят передавать, потому что всегда есть люди, которые говорят, ну а вдруг что-то, а вот марсиане высадятся, а нам придется, значит, от них обороняться. А с ПВО здесь страшно сложнее, потому что все-таки ПВО обеспечивает безопасность своей страны на случай, в том числе и ядерной войны, а Россия 17 месяцев грозит всему миру ядерной катастрофой. И поэтому, конечно, здесь сложнее им принять такое решение. Это те, у кого лишние. Вот те, у кого лишние, вот тех мы не понимаем. Те, у кого есть комплексы, комплексы, которые обеспечивают их собственную безопасность, вот реальную, сегодня, которые стоят на боевом дежурстве. Это называется «стоять на боевом дежурстве». Вот они каждый день приходят в свою воинскую часть и, значит, смотрят на небосклон, и смотрят, не летит ли на них чего-нибудь. Вот это они, конечно, отдать никогда не могут и никогда не отдадут. А вот если у них что-то есть в запасниках, что-то есть на складах, что-то есть такое, хранящееся на случай, если вдруг... Вот здесь, конечно, вопросы остаются большие. Интервью главнокомандующего Залужного в «Вашингтон-Пост» выходит, там, два ключевых тезиса, что, значит, бить по территории Российской Федерации по военным объектам украинским вооружением. И второй тезис – это то, что будем отвоевывать Крым, как только будет возможность, тут же вот я что-то сделаю, сказал Залужный, и через два дня мост, Керченский мост, полотно. Видите ли вы тут связь? Прямая ли она? Продолжение ли это статьи? Подтверждение ли это статьи? Да, это похоже. Ну, конечно, когда мы ведем такой анализ, важно не попасть в ловушку после того не всегда означает в результате того. То есть, если после того во времени, там, через два дня, это не означает, что это связано напрямую с этим заявлением. По крайней мере, логическая связь здесь присутствует, некая логическая связь. Может быть, это совпадение такое, удачное, потому что, ну, атаку на Черный мост, это должна сложиться определенная ситуация, при которой эта атака имеет вероятность, большую вероятность попасть, долететь, не быть сбитым, не быть подбитым на подходе, на подлете и так далее. И здесь не только все зависит от заложного, это зависит еще от противника, от расклада, от погоды. И такое нельзя запрограммировать. Хотелось бы запрограммировать, но на фронте такие вещи очень сложно программировать. Но здесь совпадение получилось, и оно получилось такое логическое совпадение. Про мост я наверняка еще спрошу чуть позже. Ну, сейчас, да, как-то... Извините, Василий, я хотел бы добавить, вот, отреагировать на первую часть вопроса. Вот когда Украине говорят, нельзя там или нехорошо бить по территории России, то мы должны понимать, что это вообще неправильная постановка вопроса. Правильная постановка вопроса нельзя бить по гражданским целям на территории России. Все военные цели являются законными целями, хоть до Владивостока. Вот если любая воинская часть, по ней совершен удар, хоть на Чукотке, хоть на Камчатке, никаких проблем здесь ни для кого не будет. Это раз. И во-вторых, вообще это высосанная из пальца проблема, потому что Россия объявила четыре захваченные территории своими конституционными территориями. То есть сейчас, даже на фронте, формально для России, Украина бьет по российской территории. Поэтому все это дело абсолютно... Мы понимаем, конечно, что разговор идет о, так сказать, исконных российских территориях, то есть вне границ 1991 года. Но Украина говорит, что, ребята, у нас есть до границ 1991 года, у нас есть еще 200 километров, на которые не долетает та артиллерия, которую нам вы передали. Или те ракеты в большинстве своем, которые вы нам передали. Потому что нам передали большие, дорогие, очень дорогие ракеты, которые могут лететь на 250 километров. А нам иногда нужны менее дорогие, но ракеты, которые тоже летят на 300 километров условно. И для того, чтобы бить по логистике военной, военной логистики. То есть воинские части, склады оружия, командные пункты и ключевые транспортные развязки не в том смысле, что там бомбить туристов, которые собрались в пробках в этих развязках, нет. Но есть вот перевалочные узлы, портовые узлы, кстати, железнодорожные, транспортные, другие, склады. Вот для этого все это нужно. И вот здесь это абсолютно бессмысленный разговор российской территории или не российской территории. Перед Пригожинским походом, который потом спутал карты и сместил информационный вектор, было заявление Шойгу, я сейчас попытался быстро его найти, о том, что удары западным вооружением по Крыму будут вовлечением западных стран в войну. И вот потом это мы коротко обсудили в эфирах это заявление, но потом Пригожин пошел на Москву и значит все это немножко отошло на второй план. Но вот сейчас все эти заявления и статья в Вашингтон-Пост, можно ли все это свести в одно уравнение, что запад не давая те же атакамсы, вот например свежий пакет больше миллиарда долларов от Соединенных Штатов в помощи, там нет атакамсов. Все-таки запад пытается еще как-то лишний раз что ли не спровоцировать Путина, и вот у меня возникает вопрос, Сергей, на что еще можно спровоцировать Путина, ну понятно, всегда есть угроза ядерного удара, но Путин уже гасит всем, чем возможно по Украине, боится ли запад прямого конфликта НАТО-Россия, но с другой стороны, вот я простите, что долго, например тот же Михаил Подоляк, советник главы офиса президента, говорит, а какого конфликта НАТО боится с Россией, с Россией, которая 9 месяцев захватывала Бахмут, ну как, о чем речь идет? Ну, заявление подалека, оно логично, но в международных отношениях не всегда логика правит, и увы, во-первых, правит во многом бюрократия, и эта бюрократия реальна, не надо всегда добывать, потому что люди очень недостаточно, по-моему, понимают, что такое бюрократия, допустим, в Европе, в Брюсселе, и то, что вы получили от НАТО, то, что вы получили за 17 месяцев, это страцисферические скорости, это третья космическая скорость для бруссельского бюрократа, за такие сроки обычно подается только заявка на что-то, и она даже еще не рассмотрелась, ее еще даже не включили в план, рассмотрели, ее даже не рассмотрели, ее еще не стали поставлять, а вы уже все это получили, то есть это очень быстро для тех западной бюрократии, в которой мы живем, я живу, и в этом смысле, конечно, хотелось бы, чтобы сегодня сказали, завтра поставили, в жизни так не бывает, увы, вот, статьи Вашингтон-Пост, вообще Вашингтон-Пост превратилась в Russia Today, для меня это газета, которая последнее время проводит российские нарративы, регулярно проводит российские нарративы, может быть, не всегда, может быть, не каждый день, но каждый второй день она проводит, и это говорит, на самом деле, о существовании различных точек зрения, которые тоже не стоит недооценивать, и вот послушайте Андрея Пятковского, который очень красиво об этом рассказывает, что есть два лагеря, даже в нынешней действующей администрации Америки, да, вот здесь существует клан такой условный Джека Селивана, советника по национальной безопасности президента, и директора ЦРУ Бернса, и иже с ними, и клан условный Блинкина, госсекретаря, и Ллойда Остина, министра обороны, которые противостоят друг дружке, то есть у них разный взгляд на скорость и на структуру того, как должна идти помощь Украине со стороны Соединенных Штатов Америки. И, конечно, эти два клана борются, Вашингтон Пост является проводником клана Селивана и Бернса условного, и поэтому они публикуют такие вещи от Шойгу, от Медведева, от еще каких-то источников, от, я не знаю, каких-то старых-старых имен, которые являются еще с советских времен советниками американскими, которые говорят, что надо реалполитик проводить, надо учитывать интересы противника и так далее. Но Запад, безусловно, боится, конечно, чтобы не началась мировая война. Конечно, боится. Политически они не могут не бояться, у них же все-таки электорат есть перед ними, у них есть люди, которые задают все время вопросы себе, и они должны показывать, что они ответственные люди, что они не кавалерийская атака на Путина, что они серьезно рассчитывают все риски и выгоды, и по этому поводу вот такая, скажем, слишком, может быть, которая из Украины, это, конечно, смотрится даже как чуть не заговор для того, чтобы не дать Украине сразу быстро победить, или чуть не заговор для того, чтобы России не дать проиграть. Но на самом деле я считаю, что это просто проблема внутриполитической каждой страны, и мы это с вами уже обсуждали, я тоже постоянно напоминаю нашим людям, нашим зрителям, что за Украиной стоит 54 страны, 54 страны во главе каждой страны, разные политические движения, разные идеологические движения, где-то есть левые, где-то есть правые, где-то есть крайне правые, где-то есть крайне левые, и создать вместе какую-то коалицию, которая единогласно принимает что-то, очень сложно. Мы продолжим. Следующая тема. Президент России не согласился все-таки ехать на саммит БРИКС в Южноафриканскую республику, которая в соответствии с решением Международного уголовного суда должна была бы арестовать лидера страны-агрессора. Пока поедет Лавров, официально заявлено, все-таки не получилось у Путина продавить ЮАР, чтобы они дали гарантии его. Я думаю, что он бы все равно не поехал, опасаясь за свою безопасность, но все равно продавить информационно, что Африка с ним, не получилось. Я, во-первых, считаю, что стакан наполовину полон или наполовину пуст. То есть здесь нет выигрышев и проигравших, к сожалению, потому что, да, Путин сообщил, что лично он физически не поедет, но туда едет его министр иностранных дел, то есть Российская Федерация, которая находится под санкциями, представлена на саммите БРИКС, будет в ранге министра иностранных дел. Раз. И, во-вторых, Путин, скорее всего, там что-нибудь скажет по видеосвязи, то есть он фактически примет участие в этом саммите. Вот. Для него это, конечно, поражение дипломатическое, но поражение не катастрофическое, потому что сама Южная Африка ему предлагала этот компромисс. Вот видите, Лавров приедет и все, значит, все. Ваше кресло не будет пустым вот во время этого саммита. И таким образом ваш представитель все равно будет. И это половина победы для Путина, вернее, это половина победы для Запада и половина поражения для Путина. То есть здесь нет полностью проигравших и полностью выигравших. Меня удивило только то, что Путин слишком рано это сказал, потому что я считал, что он еще месяц будет кочевряжиться, играть на нервах у всех. И или он это сообщит напрямую 27-28 июля, когда все африканские страны, в том числе, кстати, и ЮАР, приедет в Санкт-Петербург на саммит «Россия-Африка». И вот я думаю, что это сообщение Путина, оно связано больше с этим. Потому что, скорее всего, возможно, если бы он этого не сказал, то, может быть, представительство ЮАР на саммите «Россия-Африка» было бы снижено. То есть, возможно, президент ЮАР не поехал бы тогда в Санкт-Петербург. А Путину нужно, чтобы он приехал. И, кстати, эта история, опять же, вот видите, она не заканчивается, потому что, если они лично встретятся 27-28 июля, то что Путину мешает, 15 августа нам сказать, а я передумал, я все-таки туда еду. И ЮАР сказать, а мы тоже передумали, мы все-таки его не будем арестовывать. Так что эту историю, она еще не закончена. Как думаете, может ли быть у Путина некий компромат на западных лидеров? Была информация там неподтвержденная, что якобы что-то есть на Макрона, были, опять же, неподтвержденные, что на Трампа может что-то быть. Вы считаете, это конспирология, которая не стоит внимания, или тут есть действительно о чем говорить? И это в большинстве своем конспирология, которая не стоит внимания, потому что здесь переоценивается значение компромата, потому что в западных странах, ну, если сольют какой-то компромат на Трампа, зачем он уже сейчас еще нужен, да, потому что самый большой компромат на Трампа – это лично Трамп. И большего компромата, чем твиттер и твит-посты Трампа, вообще придумать нельзя. И с Трампом все равно как с гуся воды. И это, кстати, известно, что для таких лидеров, чем больше вы его поливаете, чем больше вы сливаете на него грязи, и тем ему лучше, потому что его сторонники, они не воспринимают это как компромат, они воспринимают это, наоборот, как доказательство того, что если вы на него езжаете, значит, он силен, это показатель его силы. Он, наоборот, кстати, он провоцирует все время, говорит, давайте, ругайте меня. Чем больше вы меня ругаете, тем у меня больше сторонников вот в том лагере, где я ищу своих сторонников. Вот. Бывает компромат, он должен быть убойным, и его им обычно шантажируют на каких-то очень тонких переговорах. Но это все-таки прошло. Ну, этот человек, от которого вы хотели что-то добиться, он уходит в отставку, приходит вместо него другой человек, от которого компромата нет. Вот и все, и до свидания. Таким образом, вы не достигли своего результата. Может быть, даже, наоборот, вы ускорили уход конкретного человека, с которым у вас уже сложились какие-то отношения. Да, вот потому что там было правительство Курца, вот та же самая Карин Кнайсель, которая ушла из-за компромата, и теперь вот уехала в Ливан, и пишет там научные статьи на арабские темы, на темы арабского отношений, международных отношений Запада с Арабским Востоком. Вот, так что, в общем, это переоценка, конечно, очень сильная компромата, и просто люди очень любят это, да, вот это вот, вы абсолютно правильно сказали, что это больше конспирология. Конспирология, опять же, мы поясним, потому что люди все время ходят вокруг этого слова, и это попытка объяснения каких-то сложных процессов, которые идут в международных отношениях, легкими ответами типа существования некого узкого круга лиц, некого мирового закулисного правительства, которое все решает, вот какие-то там либо евреи, либо какой-то там шваб из, значит, из Швейцарии, вот, либо еще кто-то, которые вот просто своим решением вот собираются, где-то они там, лицари круглого стола, приводят решение, а дальше все связано, у них все схвачено, и таким образом они достигают своих целей. Вот этого нету, да, потому что, во-первых, нету такой возможности в нашем мире, и, во-вторых, нету настолько умных людей, которые вот собрались бы 12 человек, или три человека, или один, и вот все бы он решил бы за весь мир. Такого нету. Вот вы посмотрите, что такое Совет Безопасности ООН, и как там можно принять решение. Или вы посмотрите НАТО, которое состоит из 30 стран, и посмотрите, как там легко принимаются решения, или там в Брюсселе. Вот, это, конечно, конспирология. На ваш взгляд, что-то или кто-то может заставить Путина вывести войска из Украины? Увы, я не верю в такую возможность, потому что, если бы был такой человек, он бы не сделал так, чтобы эти войска не ввел бы Путин в Украину. Или вывел бы давным-давно уже из Украины. То есть, похоже, такого человека нет просто. Ну, вся надежда на ЗСУ. Вся надежда на ЗСУ и вся надежда на заговор внутрь Кремлевский, потому что Пригожинский министерс, а также генерал Попов, а также там еще какие-то генералы, они показали, что на самом деле в путинской России зреет очень большое недовольство. Мы это знали. Мы еще знали, когда были слиты пленки разговоров миллиардеров, шоуменов и бывших каких-то политиков. Мы понимаем, что Путин всех раздражает. Или очень много народу Путин раздражает. Путин устраивает только тех, кто реально сегодня зарабатывает миллиарды на войне России против Украины. Вот распиливает реальный военный бюджет сегодняшней России. Вот эти люди заинтересованы в том, чтобы эта война продолжалась как можно дольше. Все остальные заинтересованы в том, чтобы Путина убрать, потому что он делает не так, как им хотелось бы. И главным и самым ярким доказательством этого является последний пост Гиркина или один из последних постов Гиркина, где Гиркин просто открытым текстом говорит, что в России 23 года нами правит идиот. А вот эти бурления, все эти настроения, что может стать последней каплей спровоцировать? Вот, например, поход Пригожина гипотетически мог бы стать вот этим катализатором. Сейчас, когда Пригожин в Беларуси, мы сейчас отдельно это обсудим, есть ли еще кто-то или какое-то событие, которое могло бы стать вот таким детонатором? Поход Пригожина мог бы стать не катализатором и детонатором, а мог бы стать тем переворотом, который свершился. Но он не свершился. Но то, что он катализатором стал, это совершенно уже точно. Это вот не мог бы. Он был и есть катализатор. Потому что как только... И даже несмотря на то, что он как бы не совершился до конца, он стал катализатором, потому что он показал, что такие силы в России реально есть. Это не наши с вами аналитические измышления, что это вот не просто мы поковырялись в носу, посмотрели потолок, сказали, ну, наверное, где-то там вокруг Путина есть недовольные люди. Вот мы реально видели Пригожина, который 10 месяцев материт Шойгу и Герасимова и требует от них чего-то там. Мы реально видим Гиркина, и же с ним, значит, с Куба рассерженных патриотов, которые тоже чего-то там требуют. Мы реально видим Дугина, мы реально видим каких-то других людей, мы реально видим каких-то миллиардеров даже, которые очень мягко напоминают Путину, что, в общем, типа миллиарды мы теряем какие-то, или там я конкретно теряю конкретный миллиардер. Так что, в общем, это непридуманная вещь. Пригожинский мятеж, безусловно, был катализатором. Он показал, что, а, такие процессы идут, б, такие процессы возможны, и ц, за них ничего не бывает. И поэтому, конечно, где рванет, и конкретно как рванет, предсказать очень сложно. Никто, я думаю, не сможет это сказать, прочитать это в, как называется, Буль-де-Кристаль. Вот у гадалок такой шар. Да, шар для гаданий. Шар для гаданий, да. Вот у нас такого шара нету, и ни у кого такого шара нету, и смысла нету заниматься вот этими гаданиями. Но анализ говорит о том, что такие процессы идут, и Пригожин – это просто вот первый всплеск вулкана. Вот это абсолютно так же, как вот землетрясение, да, потому что где-то сначала вот что-то там нагнетается, какие-то очень силы, а потом происходит всплеск вулкана. Но вот бывает, немножко всплескнет, и все думают, ну все, прошло уже, да, а потом второй тоже немножко, а потом как выкрили, как и этно какая-нибудь, да, и все, и последний день в Помпее. Про Пригожина. Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал заявление члена Совета командиров компании с позывным «Маркс», который утверждает, что в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников, пишет «Медуза». До этого было видео, в котором там ночью Пригожин марширует, говорит, что все, что происходит на фронте со стороны России, это позор, нам не надо в этом участвовать, мы сейчас, мы делали свое дело. Но я вот сейчас больше зацепился за фразу «до 10 тысяч наемников», поскольку, ну, 10 тысяч, это не 200 человек, о которых говорили ранее, которые якобы приедут инструкторами и будут обучать белорусов, там, как сказал Пригожин, строить другую, вторую армию в мире. 10 тысяч – это достаточно серьезная группировка, особенно если это обученные убийцы, до этого воевавшие в странах Африки, а потом под Бахмутом, в целом на востоке Украины. Чем они могут быть опасны? Нет ли тут риска похода, к примеру, на Ровенскую АЭС, которая находится прямо на границе с Беларусью? Ну, здесь это все дело… Давайте мы будем разбирать по деталям, потому что и не вдаваться в, как это называется, в сенсационные вещи, которые могут сыграть с нами дурную шутку. Потому что, допустим, мне сейчас, когда появился Пригожин, мне говорили, а как же ты говорил, что Пригожин мертв? Я говорю, ребята, у вас ушей нету, переслушайте все, что я говорил. Я вам говорил, Пригожин или сидит в подвалах у Мюллера, у Путлера, или, не исключаю даже такую возможность, что он может быть мертв. То, что там заголовки на каналах пишут, под тем, что я говорю, я заголовки не делаю, я не делаю картинок. И поэтому говорят, Жернов сказал, что Путин мертв, или там Пригожин мертв. Это игра за одемат, игра за аудиторию, чтобы привлечь людей посмотреть это видео. А дальше идет видео, в котором я говорил совершенно другие вещи, абсолютно другой аналитики. А вот заявление этого командира, оно чрезвычайно важное, потому что это второй человек после Пригожина, который называет конкретные цифры. Причем эти цифры, кстати, подтверждают мои выкладки. Вот Пригожин сказал, назвал, сам Пригожин назвал одну цифру, 22 тысячи погибших. Дальше я в течение нескольких недель, шести недель, вам давал выкладку следующую. И если Пригожин сказал, что у него 22 тысячи погибших, значит, у него должно быть еще в 2, 3, 4 раза больше раненых. Этот командир подтвердил, я вам говорил, 60 тысяч раненых, значит, в общей сумме 82. Этот командир назвал цифру 22 и 40, то есть 62. То есть в этом смысле он подтвердил мои раскладки. Он назвал цифру, что за всю, за весь период войны у Пригожина через ЧВК Вагна прошло 78 тысяч человек. Это чрезвычайно важная цифра, потому что никто ее до этого вот так не называл. Правда, дальше этот командир, у него с математикой что-то плохо, потому что он от 78 отнял 62, и у всех, кто ходил в школу, получилось 16, а у него почему-то получилось 25. Вот он говорит, и таким образом у нас 25, и плюс еще 10, которые откуда-то, и в итоге он говорит о 35. Вот, то есть там с математикой, конечно, не все нормально, но самое главное то, что он сказал, и он сказал, что там 49 тысяч, это люди, которые прошли из тюрем. И поэтому это заявление чрезвычайно для нас важно, оно дано нам очень много конкретных цифр для анализа. Мы так и оценивали, что у Пригожина примерно 10-15 тысяч боеспособных сил, все это подтверждено. Дальше их разоружили, их разоружили, их в Беларусь, кстати, ушло совсем не вот эти 10 тысяч, и то, что он говорит, что там передвигаются 60-10 тысяч, я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что с белорусской стороны говорили о двух, а вот на этом видео там мы не видим вообще никого. Строго говоря, мы не видим никого, мы не видим даже самого Пригожина. Мы видим человека, который по силуэту похож на Пригожина, по голосу похож на Пригожина, по стилистике похож на Пригожина, но почему-то это все снято ночью под покрывом темноты, не видим ни одного человека И судя по гоготу, которым эти бойцы реагируют на шутки Арказармина и Пригожина, их там человек 200 максимум. Там нет даже тех двух тысяч и совсем нет уж десяти тысяч. Потому что для того, чтобы произнести речь перед бойцами, где десять тысяч, вот голосом это не скажешь. Это нужно все-таки уже микрофон, мегафон нужно брать, чтобы там до последних рядов что-то слышно было. Поэтому пока что это переоценка. И мы главное, чтобы поняли, что Пригожин не сложил оружие. Его либо отпустили, но отпустили так, что он не может показать свое лицо. То, что он не может сесть при хорошем освещении, вот так, как мы сидим с вами перед камерами, и сказать то же самое на камеру. Почему-то ему надо было в ночи. Сегодня в каком-то телеграм-канале была беседа Яковенко с Глебом Пьяных, и там заголовок был такой «У Пригожина нет зубов». И, естественно, вот это, кстати, история с заголовками, да. И я сразу подумал, ну, ему там, значит, из подвалов его выпустили, выбили ему все зубы, значит, вот он типа это. Поэтому его не показывают, поэтому ночная съемка и так далее. Вот у меня такая логика сразу была на этот заголовок, да. А потом, когда я слушаю передачу, там просто Игорь Яковенко говорит о том, что у него забрали все его медийные проекты, у него теперь нет идеологических зубов, медийных зубов. Вот это, кстати, история, как заголовок может ввести в заблуждение людей. Ну, на самом деле, конечно, для Путина, кстати, эта пленка – ужасная вещь, да. Потому что вот версия, если бы Пригожина посадили или даже убили, это вот версия, которая подтвердила бы, что Путин еще претендует на какие-то диктаторские замашки, что Путин еще что-то решает у себя в стране, да. А если Пригожина реально вот это… Ну, опять же, я, кстати, объяснял, что мы живем в третьем тысячелетии, где есть дипфейк, где можно поставить человек, который, в принципе, похож корпуленцией, ну, сложением тела на Пригожина, запустить магнитофон, потому что не видно, кто он ли это говорит, или это просто микрофон, на магнитофоне идет запись, или там на телефоне, на смартфоне идет запись. Вот, поэтому пока что эта пленка у нас породила больше вопросов, чем ответов. Ну, ладно, хорошо. Будем исходить из того, что это реальный Пригожин, реальный Уткин, реально они пришли в Беларусь, и реально они ведут вот эту самую передачу, передачу этого флага из Молькина там последователям. Она, с одной стороны, говорит о разгроме Вагнера, да, потому что это не речь фюрера перед миллионной толпой поклонников тогда, когда он пришел в Бундестаг или в Рейстаг. Это речь заговорщика, которого разгромили. И, кстати, вот это даже стилистика этого разговора под покровом ночи, значит, передают флаг, значит, у нас нет больше нашей базы в Молькино, у нас нет больше наших баз в России, нас нет больше в России, у нас отняли всю технику, у нас нет оружия, у нас нет ничего. Поэтому, кстати, вот поэтому мы снимаемся ночью, потому что иначе будут все увидеть, что мы стоим без оружия, мы стоим просто в какой-то там гражданской одежде, у нас форму забрали, у нас все забрали, нас выпустили в джинсах и в майках, вот у нас, ну, там мы через Ваенторг проехали, купили там какой-то пятнистые рубашки, вот, но у нас самое главное нет автоматов, у нас нет пулеметов, у нас нет градов, у нас нет танков, у нас нет бронетранспортеров, у нас нет базы. Мы с этой базы, нам удалось сохранить флаг, вот, значит, мы его передаем, и, больше того, даже вот он какого-то называют там пионера, вот мы ему передаем, типа, это будет вот человек, который здесь с очень небольшим составом останется, потому что мы-то уходим в Африку, да, и Пригожин говорит, мы в Африку едем. И дальше, возможно, возможно, мы когда-нибудь еще вернемся на СВО, возможно, когда-нибудь мы вернемся на СВО, если нам не будут повторять все то, что с нами сделали уже до этого. То есть, Пригожин на самом деле констатирует разгром Вагнера, и это речь человека, которому самому удалось, так сказать, сбежать. То есть, грубо говоря, если проводить исторические параллели, это вот так бы говорил бы Гитлер, если бы ему удалось доехать до какой-нибудь там Испании или Португалии, да, и где по кровам ночи он говорит, ну вот мы все-таки из Берлина осажденного вышли, там сейчас союзники, там сейчас красные, там сейчас американцы, англичане, французы, вот, но у нас есть какое-то вот наше братство, да, мы все без оружия, да, мы все без ничего, вот поэтому, значит, но нам удалось все-таки флаг Сарейстага, наш нацистский флаг Сарейстага сохранить, и вот мы его вывезли, и теперь мы едем в Латинскую Америку, и оттуда, возможно, мы когда-нибудь вернемся в Великую Германию для того, чтобы опять ее вернуть. Вот это вот это, да, это раз, это с точки зрения Вагнера, а с точки зрения Путина это полное поражение, потому что, да, он разгромил Вагнера, но Пригожин жив, и Пригожинцы живы, и он встречается с ним в Кремле, это подтверждает Песков. Да, и таким образом наши сомнения в том, что встречался ли Путин с Пригожинцами в Кремле, теперь подтверждаются, потому что если Пригожин жив, если Пригожин в Белоруссии, и самое главное, что Пригожин не поменял риторику, то есть он как был мятежником против Путина, так он им и остался, он сказал, да, вот сейчас мы проиграли, вот данный конкретный момент, но мы будем возрождать, то есть это абсолютно аналогия, как вот нацисты, которые уезжали в Латинскую Америку, и там собирались каждый день, устраивали собрание НСДАП, и говорили, что да, вот мы сейчас собираем деньги, или точно так же, как белая русская эмиграция собиралась там до 50-х и 60-х годов в Париже, и говорила, что мы еще вернемся, мы еще царя, значит, восстановим, это пересмотрите, значит, корона Российской империи, советскую пропаганду, как она их там, значит, издевалась над ними, но в принципе это вот абсолютно то же самое, но таким образом Путин проиграл, потому что мятежники не наказаны, мятеж не осужден уголовно и идеологически, то есть Путин где-то что-то проговорил, но эти проговоры, они все видны, проговоры слабого человека, Путин не диктатор, безусловно, Путин не Сталин, да, который, так сказать, или Сталин, который выпустил Льва Троцкого за границу, да, что получается, да, а потом, то есть ждем теперь человека с ледорубом в Африке, потому что Сталин-то расправлялся со всеми своими вот такими соратниками бывшими. Насколько, на ваш взгляд, серьезные имиджевые вот такие пощечины получил Путин в виде вот этого похода Пригожина, потом Залужный бьет по мосту, Эрдоган отпускает Азовцев, африканцы не пускают на Брикс, и еще, и еще, и еще. Насколько трещит трон под вот этим царем всевластным, который не может контролировать ситуацию ни внутри, в виде Пригожина, не обеспечить внешнюю безопасность на мосту, ну и куда-то поехать, не ходить и, дети, в Африку гулять. Умные люди это все понимали давным-давно. Умные люди понимали, что никакой власти у Путина давным-давно нет, никакого президента сильного в Москве нет, Путин ничего не решает, Путин не принимает решения в отношении Пригожина, который материт начальник генштаба и министр обороны, Путин никого не наказывает, ни один из генералов не сел в тюрьму. Были перемещения 17 генералов, были, то есть я имею в виду, ни один генерал не получил срок, реально вот суд военного трибунала, который говорит, что вот конкретно генерал, бывший генерал Суровикин разжалован, лишен всех званий, и ему, значит, у него срок 5 лет строгого режима, он сидит сейчас в колонии строгого режима. Вот ни одного такого человека не было. Путин снял Рогозина, и опять же только снял, отстранил от должности, Рогозин бегает где-то, чего-то пытается доказать, что он еще живой, здоровый и может еще пригодиться режиму. В этом смысле для Путина это безусловные потери имиджевые, но не среди тех людей, которые знали, что Путин ноль. Это всем известно, всем думающим людям с одной стороны, и всем людям, у которых реально есть власть в Российской Федерации, потому что все люди, которые занимаются анализом серьезным Российской Федерации, это все давно понимали. Это потери имиджевые перед какими-то массами. Но вот здесь та же самая история, что и с Трампом. Вот люди, которые верят в Путина, вот что бы с ним ни произошло, они будут верить Путину. Это старая история. История, кстати, на этой истории возникла христианская религия. Потому что, посмотрите, христианская религия что такое? Сын Божий, которого распяли на кресте и который умер на кресте. То есть вот если люди говорят, о, но если сын Божий, ну, сойди с этого креста, убей всех своих врагов и покажи, что ты сын Божий, и что Бог силен, и что ты силен, потому что все ждут этого. Вот в цирке ведь ждут мощного представления, когда человек, вот вроде бы он дошел до креста, и вдруг, представляете, вот он так в воздухе, все его эти самые гвозди автоматически выходят у него из ладоней, он начинает парить в воздухе, убивает всех охранников своим взглядом или молниями какими-то Зевса, вот, и дальше, значит, парит в воздухе со свечением ярким и доказывает, что он сон Бог. Ничего этого не произошло, да, но в результате человека, который погиб на кресте, возникли миллиарды людей, которые верят в то, что он всесилен, и что он сын Божий. В результате того, что Трампа отстранили от власти, и сейчас против него выдвинутое постоянное обвинение, и, возможно, он сядет даже в тюрьму, это только ему добавит трампистов, и, возможно, из него делают тоже нового там Христа, и скажут, что он вообще спаситель мира, и так далее. Поэтому проигравшие люди в политике не всегда проигрывают. Наполеон, который ушел на остров Эльба, значит, он потом вернулся, еще сто дней правил, пытался вернуть себе все потерянное. Но потом потерял уже на острове Святой Елены окончательно все остальное. И таких примеров в истории куча. Поэтому, да, конечно, это потери для Путина среди рационально мыслящего электората, а также людей, у которых есть и реальные деньги, и реальная власть. Но они давно им недовольны. И пример, как они им недовольны, это послушайте Гиркина. Он все сказал. И того же самого Пригожина. Он тоже все сказал. А для почитателей Путина внутри страны, вот для этих бабок, которые, помните, эти путинские бабки, которые пишут это видео, ну, вы думаете, что-то изменилось для них после чего-то? Вы думаете, они что-то будут... Вот они также будут топтать доллары и говорить, что вот там все, это... У тебя неплохие на Западе, а Путин у нас великий, потому что он великий. Какой кошмар. Уважаемые зрители, еще раз попрошу вас нажать кнопку лайк, кнопку нравится под этим видео, чтобы Ютуб рекомендовал к просмотру и другим пользователям тоже. В комментариях пишите, где вы нас смотрите. И, конечно же, прямо сейчас я вас попрошу подписаться на Ютуб-канал Сергея Жирнова. Сделайте это. Я вам буду за это благодарен. И на мой Ютуб тоже не забудьте подписаться, пожалуйста. Сергей, спасибо вам большое, как всегда, интересный, содержательный, полезный, как мне кажется, для наших зрителей разговор. Благодарю вас. Спасибо большое. До свидания. Дорогие глядачи, Брежит СБ и ваших близких. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok